АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, уважаемые видеозрители. Хозрасчетный молодежный центр «Поиск» рад приветствовать вас у голубых экранов. В наших предыдущих видеовыпусках мы вам рассказывали о тружениках совхоза, были репортажи о школе, о детсаде. А сегодня у нас пойдет очередной видео-альманах, и посвящен он знакомству с новыми книгами. Я любезно представляю слово Марии Степанны Дюковой, нашему библиотекарю. Она познакомит вас с новыми книгами, которые с нетерпением ожидают своих читателей. Итак, пожалуйста, Мария Степанна. Добрый вечер, дорогие земляки, уважаемые односельчане. На дворе стоит зима, вечера стали длиннее. В сумерки наступают в шесть часов вечера. Забота по хозяйству к этому часу окончена. И, наконец, после трудового дня можно заняться любимыми делами. Кто-то удобно устраивается перед телевизором, кто-то берется за рукоделие. А кто-то со своей любимой книгой уединяется в укромном уголке и углубляется в чтение. Книга Александра Костинова «Освоение Сахалина русскими» рассказывает о первых поселенцах на Сахалине, о их быте, о их труде. Рассказывает, ну, это происходит в первой половине XIX и начала XX века. Сейчас очень велик интерес к Дальнему Востоку и Курильским островам, и к Сахалину. Кто же был первым поселенцем и кому принадлежат Курильские острова, кто их исконный хозяин. И, прочитав эту книгу, во многом станет ясен вопрос. Так что, уважаемые читатели, пожалуйста, придите и прочитайте эту книгу. Итак, следующая у нас какая книга? Следующая книга Солженицына Александра «Архипелаг. ГУЛАГ». Это третья книга. С первыми двумя книгами читатели уже познакомились. А сейчас поступила к нам завершающая часть трилогии. КОНЕЦ